В этих условиях власти Израиля идут на крайние меры, наказывая не только самих террористов, но и их семьи. Родственники преступников лишаются жилья, от домов остаются одни руины. В планах запретить им еще и жить и работать в стране. Все это вызывает критику со стороны правозащитников и международных организаций. Репортаж Юлии Ольховской. Взрыв в Восточном Иерусалиме прогремел ранним утром. Военнослужащие армии обороны Израиля разрушили дом, в котором жила семья обвиняемого в терроризме Ибрагима Алкари. Он направил свой автомобиль в людей, которые ждали автобус на остановке. Два человека погибли. Сам он был убит на месте преступления полицейскими, а теперь наказали и всю его семью, лишив жилья. А это уже западный берег реки Иордан. Юмас Джунайди обходит руины разрушенного дома. Здесь жила семья его брата. Его подозревают в нападении на израильтян. Он сейчас сидит в тюрьме. Пришли военные и сказали семье, у вас есть 48 часов на сборы. Им некуда было идти после того, как дом разрушили. Они тут рядом жили, в палатке. Сейчас снимают жилье. Но для них это очень дорого. Хеврон это крупнейший город. На западном берегу здесь живет около миллиона человек. Только за последние месяцы уже 27 семей получили уведомление о том, что их дома будут разрушены. Посреди арабского города расположено еврейское поселение. Конфликты между арабами и евреями здесь вспыхивают каждую неделю. В ходе одного из них был убит сын Наджи Амрайт. Его обвинили в терроризме. Я считаю, что мой сын ни в чем не виноват. Он убит. Говорят, что якобы пытался напасть на полицейского. Но нет свидетелей. Почему мы должны страдать? Почему израильтяне разрушают только дома арабских семей? Разрушать дома преступников на Ближнем Востоке начали еще британские военные. Великобритания, после Первой мировой получившая мандат на управление Палестиной, использовала этот способ наказания, прежде всего по отношению к семьям участников арабских восстаний. Израиль перенял эту практику и не желает от нее отказываться, даже несмотря на шквал критики со стороны международного сообщества. Причем, если семья террориста проживает в многоэтажном здании, квартиру разрушают изнутри. Как в этом случае. В два часа ночи жильцы на первом этаже услышали шум. Сверху полетели обломки бетонных стен. Эвакуировали почему-то только жильцов верхних этажей. Мы проснулись, услышав звуки сверления, а потом взрывы. Глыбы падали прямо к нам во двор. Мы были в шоке. Безопасно ли теперь соседям жить в таком доме? Большой вопрос. Израильское министерство обороны и армия никаких комментариев о своих действиях не дают. А в Иерусалимском университете тем временем провели исследование, насколько эффективен такой способ борьбы с террором. За пять лет было разрушено почти 700 домов. Каждый раз вероятность последующих террористических атак снижалась всего на 10%. И то только в течение месяца после разрушения. По моему личному убеждению, такая политика не очень эффективна. Другое мнение у родных погибших от рук террористов. Я уверен, что это так или иначе помогает бороться с терроризмом. Две недели назад отец привел в полицию своего сына, который убил человека. Он боялся, что их дом разрушат и семья останется без крова. Были случаи, когда семья заранее сообщала о готовящейся атаке. Да, это жестоко. Но сейчас идет настоящая война с террором. И Израиль в этой войне становится все более беспощадным. Правительство сейчас разрабатывает законопроект, запрещающий родным преступников работать и жить в стране.